На протяжении 20 дней молодые омские предприниматели, чьи бизнес-проекты были признаны лучшими по итогам реализации федеральной программы «Ты предприниматель» в прошлом году, смогли вывести их на качественно новый уровень. Расширение границ собственного дела стало возможным для резидентов в рамках работы российско-китайского бизнес-инкубатора. Данный проект, прежде всего, был направлен на выявление каких-то инновационных проектов среди молодых предпринимателей, содействие их продвижению, ну и, что, наверное, одно из самых важных, это возможности коммерциализации на рынке России и на рынке Китая, в частности, в Омском регионе и в провинции Циндау. В Омском области приезжали 12 предпринимателей из китайской провинции Циндау. Надо сказать, что нам, наверное, повезло очень с нашими предпринимателями. Это были достаточно серьезные люди, которые занимаются бизнесом уже много лет, который отлажен, и поэтому у нас получилась очень такая хорошая школа наставничества. Молодые бизнесмены получили полезные советы от экспертов федерального уровня, а также опытную оценку предпринимателей из Китая. Резиденты программы из провинции Циндау, хорошо знающие особенности рынка своей страны, дали омским партнерам рекомендации, которые позволили доработать их проекты и сделать их более конкурентоспособными. Сейчас проекты, которые у нас победили в рамках российско-китайского бизнес-инкубатора, они проходят еще оценку экспертами в Москве. И уже в ближайшие две недели экспертами из Москвы и экспертами из Китая будут определены те самые резиденты, которые, скорее всего, в сентябре месяце поедут в провинцию Циндау, куда были у нас предприниматели, и продолжат эту работу уже непосредственно там. О том, как участие в данном проекте помогло молодым предпринимателям, авторы лучших идей рассказали на брифинге 24 июля. Что касается российско-китайского бизнес-инкубатора, мы туда сразу заходили немного с другими целями, нежели заявлены были в самой программе. То есть мы на данный момент не планируем выходить на китайский рынок, потому что китайский рынок домашнего текстиля, он перенасыщен, и китайские партнеры нам уже об этом говорили, хотя мы это прекрасно сами знаем. Для нас важно сотрудничество именно в плане поставок из Китая, потому что мы сейчас планируем большое расширение. Благодаря бизнес-инкубатору нам удалось не просто найти какие-то общие связи, нам удалось подружиться с этими китайцами. И мы надеемся, что нам сейчас это очень поможет, потому что на носу у нас сезон, и мы уже готовы закупать оттуда материал. И вот сейчас ждем ответа, и надеюсь, что будет положительный результат, и нам удастся, и это нам, надо сказать, даст очень большой скачок. Наш проект, с которым мы зашли в китайский бизнес-инкубатор, он изначально был, идея была такая, чтобы именно с нашим брендом выйти на китайский рынок. После первого же дня общения нам пришлось забыть об этой идее, поскольку у нас, скажем так, наш пыл умерили, сказали, что, ребят, у нас такие крутые компании, которые поднимают по 3 миллиарда долларов в раундах инвестиций, и вам в нашем рынке просто нечего делать. И, в принципе, за ночь мозгового штурма наша команда придумала абсолютно новый способ выхода на китайский рынок, который наши китайские партнеры, они, в принципе, поддержали. В течение двух недель как раз разрабатывали тактику, стратегию именно взаимодействия с этими китайскими партнерами. Ну и сейчас ждем только решения о том, кто поедет на ответный визит в Китай. В проекте принимали участие еще три города – Уфа, Ульяновск и Хабаровск. Но по оценке федеральных экспертов, именно Омская область умела наиболее эффективно организовать работу с китайскими партнерами. По словам организаторов, уже принято решение, что Омск будет участвовать в реализации проекта и в следующем году. И плюс решается вопрос о том, что ребята, которые победили в этом проекте, они будут включены в российско-китайский бизнес-клуб. Что такое российско-китайский бизнес-клуб, наверное, тоже вам известно. Это те проекты, те ребята-резиденты, которые будут туда заведены, они автоматически получают право предоставления инвесторов на реализацию своих проектов. И это, наверное, дорогого стоит, наиболее ценный результат той победы, которую они получили в рамках данного проекта. Напомним, что в нашем регионе уже на протяжении нескольких лет при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта и правительства Омской области ведется активное развитие молодежного предпринимательства. И работа в данном направлении будет продолжаться. В сентябре активных молодых людей вновь ждет обучающая программа «Ты предприниматель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова